Подготовка к отёлу – важный этап к продуктивности животного. За 21 день до отёла необходимо подготовить животное к лактации, приведя в порядок среду рубца. Увеличение количества комбикормов способствует тому, что рубцовые микроорганизмы начинают перерабатывать высокоэнергетический рацион. За три недели до отёла рацион постепенно изменяется таким образом, чтобы по набору кормов он соответствовал тому рациону, который корова будет получать во время раздоя. В этот период возрастает потребность в питательных веществах, необходимых для синтеза молока. За три недели до отёла комбикорм необходимо постепенно увеличивать с одного килограмма. К моменту отёла количество комбикорма доводится до 4 килограммов. Основные корма вводятся в рацион в процентном соотношении. Сено – 30%, сила – с 30%, сенаж – 20%. Данная структура является рекомендуемой и зависит от качества кормов. В это время особое внимание необходимо уделять условиям кормления животных. Коровы в этот период чувствительны к гнилым, плесневелым, стылым кормам. Перед отёлом крайне важно, чтобы животное получало концентрированные комбикорма. В этот период отлично подойдёт комбикорм КК-60 для высокопродуктивных животных от Глазовского комбикормового завода. Он поможет корове подготовиться к отёлу и лактации. К отёлу необходимо довести количество комбикорма до 4 килограммов, снижая долю грубых кормов в соотношении сена 10%, силос – 30%, сенаж – 15%. В течение трёх недель после отёла необходимо следить за поедаемостью. При нехватке основных кормов увеличить их норму. Здоровая корова хорошо ест после отёла. Если она недополучает энергию с кормом, то начинает мобилизовать её по собственной жировой ткани, начинается потеря массы. Пик лактации у коров наступает на 30-65 день. После пика лактации содержание комбикорма в рационе необходимо стабилизировать, стараясь поддерживать удои на высоком уровне. В период после отёла важно, чтобы животное получало концентрированные комбикорма. Сбалансированный по всем показателям комбикорм КАК-60 для дойных коров от Глазовского комбикормового завода позволяет обеспечить животной энергией, необходимой для молочной продуктивности. Количество комбикорма зависит от продуктивности. 1 кг комбикорма на голову в сутки на поддержание жизнедеятельности коровы, плюс 250 г комбикорма на каждый надоенный литр молока, а 2-3-кратное скармливание комбикорма. Нормализует рубцовое пищеварение и содержание жира в молоке. При кормлении новотельных коров для снижения дефицита энергии, а также для повышения удоев в последующие периоды рекомендуется. В структуре рационов доводить долю комбикормов до 60% по общей питательности. Вводить дополнительное количество защищенного протеина БВМК ЭКОРАПС в количестве 1 кг на голову в сутки. Данная схема кормления подходит не всем хозяйствам и очень зависит от качества основных кормов. Глазовский комбикормовый завод бесплатно оказывает консультационную поддержку всех своих клиентов. Составляются индивидуальные программы кормления и даже рецепты, разработанные непосредственно под ваши основные корма, условия содержания, поголовье и породу. Узнать о продукции подробнее и заказать ее можно на сайте производителя www.combidefiscorm.ru